Всем привет, это Бостон. В связи с недавно вышедшим обновлением на тестовом сервере, которое вызвало немало обсуждений, я решил протестировать нововведения, которые касаются леса, фарма, и порассуждать, во что это выльется в игровом процессе. Но перед этим небольшое объявление. Так как на нашем канале скоро 70 тысяч подписчиков, я планирую запустить новую рубрику тематических игр с подписчиками. Для этого мы создали телеграм-канал, ссылочка на него в описании к видео. Туда я буду закидывать критерии и время игры, и ты сможешь своевременно это увидеть. Кроме этого, там будет всякая дополнительная инфа по мобле. На тестовом сервере мой акт не прокачан, поэтому эмблем особо нет. Но если взять лесные эмблемы, то мы увидим, что на них есть плюс 20% урона по крипам. Соответственно, фарм леса может быть еще быстрее, чем в этом видео. Но в принципе и без эмблем фармится все достаточно легко. Напоминаю, что в первые 3 минуты при покупке лесного предмета мы будем получать на 40% меньше опыта от миньонов на линии. А сами лесные предметы мы сможем покупать только если у нас взято возмездие. Поэтому первые 3 минуты по задумке разработчиков нам даются на криппинг в лесу и ганг вражеских героев, если мы играем за лесника. А если мы играем, к примеру, за стрелка и идем на линию, то лесных крипов нам бить совсем невыгодно. Во-первых, мы по ним будем наносить мало урона. Во-вторых, будем получать за них меньше опыта. А в-третьих, не дадим прокачаться нашему леснику. Так почему лесник станет необходим? И почему стрелок перестанет ходить через лес? Возьмем, к примеру, стратку 1-2-2. Если стрелок с танком пойдут через красный баф, то бить они его будут очень долго. Потому что, во-первых, у него появится дополнительное 15% сопротивления к урону, так как бить его будут вдвоем. И стрелок будет без лесного предмета, так как с лесным предметом он будет получать меньше на 40% экспы первые 3 минуты на линии. Так еще за это время успеют пушануть его линию и набить себе голды на щите башни. Также нужно заметить, что лесная стадия длится всего 3 минуты. По прошествии 3 минут начинается стадия групповых файтов. Появляется черепаха и начинаются тимфайты. Вместе с этим, герой, который фармился в лесу, сможет получать полное золото за убийство миньонов на линии, так как первые 3 минуты пройдут. Я попробовал смоделировать ситуацию и пофармился в лесу на разных героях. Вот что из этого вышло. В принципе, это весь фарм вообще без эмблем. Только с возмездием и лесным предметом. Повторяюсь, с эмблемами, тем более с лесными, этот криппинг будет намного быстрее. Соответственно, на ганг можно будет прийти пораньше. Получается интересная штука. Если начать с синего бафа, к примеру, зелонгом, и закрепить всех нижних крипов, то получаешь четвертый уровень. А после этого можешь сразу отправляться на ганг. Без эмблем четвертый уровень получается на минуте 50. Если бы вместо зелонга здесь, к примеру, была бы Маша с эмблемами, то это время можно было бы снизить до минуты 30. И к минуте 30 получить уже четвертый уровень и хороший ганг потенциал. Также, по моим наблюдениям, в лесу может крепиться практически любой герой. Вот, например, я взял горда, пошел на мид и зачистил первую волну без лесного ножика. После этого я покупаю лесной ножик и отправляюсь на синий баф. В этом случае четвертый уровень получилось получить аж на минуте 30. И это без эмблем и с небольшим тупежом. То есть теоретически на минуте 30 на горде уже можно прийти на какую-то линию и с ультой гангнуть врагов. А вот, например, Наталья без эмблем забирает лес достаточно медленно. Но, впрочем, даже ей это под силу. Четвертый уровень. Я получил на минуте 57. Но с эмблемами, я думаю, это можно будет сделать где-то на минуте 40. Ну и для сравнения, давай посмотрим, за какое время можно получить четвертый уровень просто стоя на линии. Примерно 2 минуты 20 секунд. То есть фактически лесник может прийти на ганг на четвертом уровне, когда ты еще будешь на третьем. И лишь при идеальных условиях на линии с увеличенной экспой четвертый уровень можно получить на минуте 40. Но при этом тебе нужно будет забрать 2 монетки и получить экспу за всех миньонов. И что же получается про расстановки, если у нас появляются лесники и они необходимы? Расстановка, по моему мнению, будет 1-1-2 и лесник. Датбла отправляется на линию, где респится черепаха. И 2 соло линии. Какой класс может быть соло мидером? Я думаю, мид снова пойдут маги. Предпочтительно с массовым уроном. Или на крайний случай саппорт с дамагом. Например, Ангела или Нана. Потому что у Наны в виде бонуса антиганг малина. А у Ангелы быстрое перемещение по лайнам. Но скорее всего, маги будут профитней. Соло линия без черепахи так и останется соло линией, как и сейчас, без изменений. А вот линию с черепахой, скорее всего, займут Стрелок плюс Танк. И почему-то у меня такое предчувствие, что саппортом в этой мете будет совсем не место. Так как Танк в Дабле будет намного предпочтительней. А вот кто будет в лесу, пока сложно предсказать. Это может быть как ассасин, так и боец. И даже, возможно, по поле Купа. Лесник, кроме фарма в лесу, будет заниматься ганком. А после третьей минуты участвовать в тимфайтах и быть на подхвате. К примеру, он может занять линию, на которой убили союзника. Кроме ганка, естественно, можно будет заниматься еще и контрганком, да и контрджанглом тоже. Конечно, когда введут эту карту, сказать пока трудно. Но все будет примерно в таком ключе. В общем, пока на тестовом все выглядит примерно так. Следи за изменениями в патчах. Я их выпускаю каждую неделю. Самая большая проблема, на мой взгляд, будет, если в твоей тиме сразу двое захотят быть лесниками и не смогут между собой договориться. Потому что леса на двоих лесников точно не хватит. И они начнут отнимать фарм у других линий. Что ты думаешь по поводу лесников? Обязательно пиши в комментариях. И не забудь подписаться на телеграм-канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи. И пока-пока.